Дни Духовной Культуры Россия реализует крупные культурные акции с 2008 года в самых разных странах мира на разных континентах. В этом году мы работаем, представляем Дни России в восьми странах. Уже прошли комплексные масштабные мероприятия в Греции в рамках года Россия-Греция, в Македонии, в Словении, в Киргизии, в Узбекистане. Впереди у нас Армения, Абхазия, Словакия и Испания. Основные мероприятия очень плотно пройдут в сентябре. В Армении пройдёт торжественное открытие дней, не фактическое, фактическое раньше, а торжественная церемония, посвящённая Дням России в Армении, пройдёт 3 сентября в Ереване, конечно. А накануне в Ехекнадзоре состоится выступление нашего замечательного детского коллектива «Отрада». «Отрада» – это знаменитый коллектив и вокальный, и танцевальный, который представлял нашу страну, наверное, уже в 30, а, может быть, и более странах мира. Скорее всего, в Ереване сейчас определяется площадка. Выступит также знаменитый коллектив из Санкт-Петербурга. Это коллектив, это ансамбль «Бисквит». Уникальный совершенно ансамбль, представляющий ребята и молодые ребята, – это выпускники Санкт-Петербургской консерватории. Собственно, они давно уже большие артисты. Работают на русских народных инструментах, исполняют при этом самую разную музыку, в том числе классика. Высочайший уровень исполнения. С восторгом принимают во всех странах мира. Я видела, как их принимают в Австрии, в Вене, в Мюнхене. Много я видела, как воспринимается этот коллектив. Абсолютно уверены в грандиозном успехе их и в Армении. Как я уже сказала, официальное торжественное открытие намечено на 3 сентября. Оно пройдет на сцене концертного зала имени Хачатуряна. Состоится торжественный гала-концерт с участием солистов Мариинского театра, который выступит в сопровождении симфонического оркестра Армении. Очень будет интересный симбиоз. Также выступит наш, как я уже сказала, замечательный детский хоровой коллектив от Рада. И будет развернута там же, в фойе концертного зала в Ереване, будет развернута большая выставка детского рисунка. Она называется «Душа России». Это замечательная выставка. И это художественные работы ребят отнюдь не только из наших столиц, отнюдь не только из Москвы и Петербурга. Фактически представлена вся Россия. Мы отбирали эти работы во всех 85 субъектов Российской Федерации, искали самые талантливые работы. И вот то, что получилось, зрители, публика, ереванская публика увидит. В Национальном историческом музее Армении откроется фото-выставка «Семья в культуре народов Евразии XX век» из собрания Российского этнографического музея. 4-5 сентября пройдет целый комплекс мероприятий на площадке Ереванского русского драматического театра имени Станиславского. 6 сентября в Ереванском государственном институте театра и кино пройдет День кино. Он, конечно, посвящен году кино в России. Мы хотим рассказать нашим друзьям в Армении о том, как у нас проходит День кино. И приедут студенты в ГИКа, которые пообщаются со студентами Университета Ереванского института театра и кино. И пройдет творческий вечер нашего замечательного народного артиста Александра Михайлова. Вы все его знаете, в представлении он не нуждается. А с 14 по 18 сентября в Армении пройдет неделя российского кино. Кинопоказы состоятся в трех городах – и в Ереване, и в Юмрии, и в Абавяне. И мы рассчитываем, что в нашей делегации будут и очень известные артисты, те артисты, имена которых сейчас у всех на слуху, не только в России, поскольку они снимались в самых известных фильмах последних лет. Фильмом «Открытие» недели кино станет экипаж. Фильмом «Открытие»